Сегодня в индивидуальном тепловом пункте, обслуживающем Одинцовский жилой комплекс «Довинчи», а это почти полторы тысячи квартир, чистота. Для комфортной подачи тепла в квартиры, в зависимости от температуры воздуха на улице, работает автоматический регулятор. Но так было не всегда, ведь товарищество собственников недвижимости здесь появилось лишь полтора года назад, летом 2020-го. Когда мы приступили к управлению, мы выявили огромное количество нарушений по промывке, обслуживанию техническому наших инженерных систем, что, конечно, сказалось очень плохо на наших сетях, на подаче горячей воды, холодной воды и теплоносителя. Сейчас в ТСЖ круглосуточно работает диспетчерская. На территории постоянно присутствуют лифтеры, сантехники, дворники, уборщики. Все заявки жильцов по обслуживанию дома и двора выполняются сразу же. Для улучшения качества горячей воды планируется установить фильтры. Кроме того, были дополнительно закуплены камеры видеонаблюдения, появилась и собственная техника, поломоечные машины и трактор. А еще жители экономят более 30% за вывоз мусора, так как теперь его собирают раздельно. У нас есть специальная комната, помещение, которое изначально было предусмотрено под сбор мусора. И мы сейчас принимаем порядка более 17 видов различных отходов, упаковок от товаров, которые можно переработать. У нас есть контрагенты по стеклу, по бумаге, по вывозу пластиковых упаковок. И это очень снизило нашу платежку за мусор. Однако не все спокойно в ЖК «Довинчи». В период с 30 октября 2021 года по 10 ноября 2022 здесь было проведено общее собрание собственников, которые выступили за возврат управления жилым комплексом управляющей организации. В этот раз ею было избрано УК «Сервис-24». Правда, вот сами собственники заверяют, что никакие подписи они не ставили. Я подтверждаю, что ни я сам не принимал участие в голосовании за старую управляющую компанию. Никто из моих знакомых это не делает. Более того, я готов сейчас переголосовать, подтвердить за ТСЖ. И более того, я очень удивлен, что у нас вот такой закон. Кто-то же принес фальсифицированную мою подпись. Возмущенные жители собрались во дворе ЖК. Прежде всего, их волнует неправомерность использования и подделки их подписей, а как следствие нежелание передавать свой дом в руки управляющей организации. Я являюсь жителем этого дома фактически с момента его заселения. И видел и Тера Винчи в работе, и УК «Комфорт», и ТСЖ. То есть, естественно, я могу сравнить. Понятное дело, что проблем в доме хватает. Но они накопились именно за годы управления домом, именно управляющей компанией. Вот это вот межвластие, то есть попытки войти снова в дом, они фактически создают напряженность. Сделано многое то, что УК предыдущей, которая была Тера Винчи, рисовалась на бумаге, например, промывки труб, когда не было даже кранов для того, чтобы к трубам подключаться и продувать их, промывать водоснажение. То есть многое не сделано. В планах есть. Нельзя все сделать сразу, потому что 6 лет управления домом без нормального обслуживания даром не прошли. Мы свое ТСЖ отстоим любой ценой. Мы готовы переходить в боевые действия. Вот все тут со мной, все меня поддержат, и все люди, все за. Мой дом, моя крепость для жильцов до Винчи. Этот афоризм как никогда стал актуален. Правда, значение его немного пошатнулось. Полновластными хозяевами своего ЖК они станут, когда докажут неправомочность проведенного собрания. И люди настроены решительно. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Станислав Трифнов, телекомпания, Одинцова.